13 медалей и 8 путевок на первенстве мира – такой улов спортсменов из Рязани на первенстве России по джиу-джитсу. Всего же в Рязанскую область уехало 23 медали – 9 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых. Федерация джиу-джитсу была образована в нашем городе сравнительно недавно, в 2006 году. Сейчас в ней тренируется не одна сотня ребят и девушек, которые искренне любят спорт и планомерно добиваются высоких наград. Так, для Валентина Самохина эти соревнования стали далеко не первыми крупными состязаниями. Спортом он занимается более 11 лет и в разные годы он завоевывал две серебряные медали на первенствах мира и выиграл Кубок Европы. Однако, несмотря на то, что джиу-джитсу пока не олимпийский вид спорта, Валентину есть к чему стремиться. Пока что я борюсь до 18, сейчас до 21, уже второй год борюсь. Хочется, конечно, по мужикам, без ограничения возраста, занять тоже первое место. Хочется. Казалось бы, этот вид спорта, где ударная техника сочетается с борьбой, вот как раз для таких крепких, сильных ребят. Но нет. Среди спортсменов много девушек, которые наравне с мальчишками поднимаются на пьедестал победителей. Так Маргарита Якушкина в прошедших соревнованиях завоевала сразу две золотые медали в разных дисциплинах – файтинге и невазе. В спорт она пришла 8 лет назад. Начала с карате, а потом занялась джиу-джитсу. Причем весьма успешно. Ведь чемпионкой России она становится уже в третий раз. Главное – это хотеть действительно всей душой и всем сердцем. Потому что, когда вот хочется прямо изнутри, ты стараешься и делаешь все, и работаешь. И от этого, конечно, идет результат. Главное – себя не жалеть, трудиться, трудиться. То есть все отдавать. Ну, как бы все силы, я имею в виду. А вот Альбина Калина чемпионкой России стала впервые, хотя побед у нее тоже немало. В позапрошлом году девушка стала бронзовой призеркой чемпионата мира, а в прошлом – серебряной чемпионатой Европы. У Альбины есть несколько правил, следуя которым она упорно идет к победам. Главное надо помнить, почему мы занимаемся. Это любовь к спорту, любовь к борьбе. Затем следующее правило – это уверенность в себе и в своих возможностях, и вера в свой талант, скажем так. И еще одно правило, можно так сказать, взаимодействие с тренером, тренер и ученик. То есть должно быть доверие, взаимопонимание и, ну скажем, уверенность друг в друге. Действительно, отношения с наставником для спортсмена немаловажны. В Рязанской Федерации джиу-джитсу тренеры это понимают и стараются построить их на взаимопонимании. Создать такие условия, чтобы им было интересно и чтобы они приходили не просто отбывать время на тренировки, а именно давать и нагрузку, и планировать такие тренировки, чтобы им самим было интересно. То есть это как бы основные моменты. Тренерский состав прошедшими соревнованиями доволен. Путевку на первенство мира получили те спортсмены, которые заняли первые и вторые места. Однако и у бронзовых призеров остается шанс попасть на мир.